Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в Красноярске приступил к работе 9-й межрегиональный форум средств массовой информации Енисей РФ. Сотни людей, имеющих непосредственное отношение к СМИ, а также представители региональной власти и федеральные эксперты, соберутся вместе, чтобы обсудить будущее региональной журналистики. Об этом и многом другом смотрите в нашем выпуске новостей. В эфире Северенесейская информационная служба. В студии работает Александр Попко. Здравствуйте! Решение принято. Состоялось заседание 53-й сессии районного совета. Веселья много не бывает. Коллекция настольных игр в детской библиотеке. Антинаркотическая работа. На заседании комиссии заслушано 7 докладов. 2 октября в администрации района состоялось заседание 53-й очередной сессии Северо-Енисейского районного совета, в работе которой приняло участие 14 депутатов. О решениях прямо сейчас. В повестку дня было включено 5 вопросов, в том числе рассмотренные ранее на публичных слушаниях изменения в правила благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района. В них введено понятие прилегающей территории. А сами правила были дополнены отдельными статьями и образцами формы описания границ прилегающей территории. Понятийные аппараты содержания правил были дополнены и другими нормами, в том числе в часть изменения срока с 3 до 7 дней переноса дров и строительных материалов с прилегающей на территорию домовладения. Уточнены виды ответственности депутатов за искажение сведений о доходах. Регламент районного совета дополнен порядком рассмотрения назначения на должность председателя контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района. Уточнены порядок использования и основания для привлечения к ответственности за ненадлежащее использование официальной символики района такими способами, которые указывают на явное к ней пренебрежение. В связи с проводимой в Красноярском крае реструктуризацией отрасли социальной защиты, предполагающей переход с 1 января 2020 года муниципальных учреждений социальной защиты в подчинение Министерству социальной политики Красноярского края, депутатским корпусом принято решение о начале процедуры ликвидации дела социальной защиты администрации Северо-Енисейского района. На получателях социальных услуг это решение никак не отразится. Для них, кроме названия учреждения, все останется прежним. Продолжена работа по вовлечению населения в осуществление территориального общественного самоуправления. Более подробно с принятыми на сессии решениями можно познакомиться на официальном сайте Северо-Енисейского района и в газете «Северо-Енисейский вестник». 3 и 4 октября в Красноярске работает 9-й межрегиональный форум средств массовой информации «Енисей РФ-2019». Главная тема, которую обсудят на крупнейшей профессиональной площадке медиа-отрасли региона – есть ли будущее у региональных СМИ. Два дня дискуссий, семинаров, лекций, докладов и практик. Два дня споров и диалогов. В работе форума принимает участие и наш корреспондент Яна Клюева. В этом году в форуме принимает рекордное количество участников, около 400 человек. Здесь и главные редакторы, и телерадиоведущие, журналисты, корреспонденты и даже студенты. Открытие форума проходило в форме панельной дискуссии «Есть ли будущее у региональных СМИ». В качестве экспертов и модераторов выступали представители федеральных и региональных СМИ. Во время дискуссии обсуждались актуальные и профессиональные темы, волнующие всех участников медиа-сообщества. В муниципалитете прошло заседание комиссии по противодействию распространения наркомании и СПИДа. В ходе заседания заслушаны семь докладов представителей разных ведомств, проводящих антинаркотическую работу. Открыл и вел заседание глава района, председатель комиссии Ишмурат Гайнудинов. Подробности в материале далее. Тема, которая обсуждалась в ходе большого полуторачасового заседания, касалась выполнения мероприятий муниципального плана работа комиссии в третьем квартале 2019 года. Прозвучали семь отчетных докладов разных ведомств, которые в системе работы являются звеньями одной цепи, работая на противодействие распространению в районе наркомании. О сложившейся ситуации говорил в докладе руководитель полиции Олег Мусихин. Профилактика здесь в двух направлениях. Привлечение лиц к административной ответственности и профилактика именно в коллективах, с учащимся. По линии ГИБДД в текущем году у нас не было выявлено фактов нахождения лиц в области состояния наркотического опьянения. В прошлом году данные факты были по профилактической работе общего характера. Профилактические беседы, лекции проводились во всех образовательных учреждениях. Я считаю, что профилактика всеми субъектами этой деятельности проводится на достаточно нормальном уровне. Сильной и важной стороной работы муниципалитета, ведущего направление антинаркотической деятельности, является комплексный подъем и развитие района. Для подростков, о будущем которых постоянно радеет глава района, созданы прекрасные условия для развития. Об этом знают все жители, ценя усилия власти. Это спортивные залы и бассейны для занятия физкультурой и спортом. С многочисленными секциями, где ребятня занимаются с удовольствием. Это РДК и ДЮЦ с многочисленными кружками, ведущими работу по доп. образованию. Школы, которые организуют работу не только по обучению, но и воспитанию школьников. В третьем квартале также при ознакомлении наших детей, непосредственно первой и второй школе, была прочитана лекция «Правые аспекты по потреблению и распространению наркотиков». Также хочу отметить, что проводилась консультация непосредственно трех семей в присутствии родителей и детей по вреде курения в третьем квартале. Хочу отметить, что в третьем квартале также у нас ко дню борьбы с наркоманией в форме диалога была встреча с нашего психиатра-нарколога в июле месяце, встреча с детьми в первой и второй школе. Среди ведомств, проводящих антинаркотическую работу, следует особо выделить администрацию района, правоохранительные органы, здравоохранение, образование, отдел физкультуры, спорта и молодежной политики, культуру. Все эти структуры ведут четкую целенаправленную политику в этом направлении деятельности. Это наши будущие кормильцы, как мы сейчас. А накормит ли, скажем, наркоман, введя непотребный образ жизни пенсионеров? Тут ждать ничего не приходится. В этом направлении надо работать уже сейчас. Именно так муниципалитет выстраивает свою работу. О профилактике наркомании в школьных учреждениях района рассказала руководитель РУО Елена Сазанова, углубившись в тему, насколько дети понимают вред наркомании и что делается, чтобы настроить ребят на здоровый образ жизни и отвлечь отбившихся от пагубных пристрастий. Дети активно втянуты не только в учебный процесс, но и в нешкольную деятельность. В докладе руководителя молодежного центра Сергея Бахтина были обозначены направления деятельности, по которым строится работа и есть конкретные результаты. Это повышение информированности молодежи о последствиях употребления наркотиков, формирование у молодых людей личной ответственности за свое поведение, пропаганда ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, предоставление молодежи альтернатив употребления психоактивных веществ и поддержка молодежных добровольческих инициатив. Работа комиссии за третий квартал 2019 года была признана удовлетворительной. Жанна Лебедева, Елена Козлова, Северонесейская информационная служба. Такой простой предмет, как марка, является увлечением многих людей. Одни занимаются их коллекционированием, другие – дизайном, третьи – производством. О марках более подробно в нашей постоянной рубрике «История одного экспоната» расскажет Татьяна Пчелинцева. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире рубрика «История одного экспоната». В канун праздника Дня Учителя мы представляем вашему вниманию марку с изображением русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Константин Дмитриевич Ушинский является основоположником научной педагогии в России. Его взгляды по-прежнему близки в воспитании детей, так же, как и труды Сухомлинского, Аманашвили. Своё призвание он понял ещё в молодые годы. Он не просто изучал и писал научные труды, он применял свои идеи на практике, работая с детьми. Родился в Ушинске 19 февраля 1824 года в городе Тула. Обучался Ушинский Константин сначала на дому, а в 11 лет поступил в третий класс местной гимназии. Закончил он Новгородо-Северское учебное заведение в 17 лет. Далее поступил на юридический факультет в Москве. Спустя два года он стал профессором в Демидовском лицее. В 1849 году из-за конфликта с руководством лицея на почве его либеральных взглядов Ушинскому пришлось уйти с должности. Только через пять лет он сможет вновь заняться педагогической работой в Гачинском и Сиротском институте. Однажды педагог нашёл в стенах Гачинского института «Старый архив преждего работника». Многие книги принесли ему новые идеи, которые он изложил в статье о пользе педагогической литературы. Многие свои мысли Ушинский публиковал в журнале для воспитания, «Современники», «Библиотеке для чтения», «Книгах родное слово», «Детский мир». Основной его идеей в педагогике была демократизация всего образования. Он был приверженцем идеи народного воспитания. За это его часто обвиняли в вольнодумстве. Попав в Гачинский институт, Ушинский полностью ушёл в работу. В этом учебном заведении он смог внедрить свои идеи. Ему удалось искоренить старые порядки, такие как доносительство, воровство. При этом он смог развить в детях чувство товарищества, а это он считал основой воспитания. За время своей деятельности он работал в учебных заведениях, таких как Демидовский лицей, Гачинский сиротский институт, Смольный институт благородных девиц. В Смольном институте благодаря его новаторским идеям ученицам было дозволено проводить праздники и каникулы у родителей. После конфликта с руководством института педагог покинул учебное заведение. Много путешествовал по миру, писал свои труды, встречался с педагогами России, внедряя в их умы новые идеи в педагогике. Влияние идеи Ушинского чаще всего упоминается в работе Чернеевского, который составил родную речь на азербайджанском языке. Будучи за границей, педагог издал свой известный труд, родное слово. Это был первый общедоступный российский учебник. И был рассчитан на обучение детей начальной грамоте. Вместе с этой книгой он издал пособие для учителей и родителей, которое помогало проводить занятия по родному слову. Его пособие руководства имело большое влияние на отечественную народную школу. Даже и сегодня им пользуются многие преподаватели родной речи. Только до 1917 года его пересдавали 146 раз. Сегодня в педагогике популярны как труды, так и его биография. Для детей он писал рассказы, такие как «Бишка», «Ветер», «Гадюка», «Ветер и солнце», «Лес и ручей», «Любопытство», «Никита Кожемяка», «Осень», «Паук», «Ручей» и так далее. По его сочинениям до сих пор готовят педагогов, а его детские рассказы полезны в системе воспитания как для учителей, так и для родителей. Именем этого человека названы многие учреждения. Село Ушинское, научная педбиблиотека «РАО» в Москве, Южноукраинский педуниверситет в Одессе, Ярославский педуниверситет, гимназии и колледжи, школы в Москве, Симферополе, Гатчине, Нижнем Новгороде, Киеве, Туле. Данная марка была выпущена в 1984 году к 150-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. При тиражировании марки были допущены 4 дефекта. В одной из марок не пропечатана была часть буквы, в другой марке присутствовали дополнительные элементы, но эта марка без дефектов, хотя марки с дефектами пользуются наибольшей популярностью среди коллекционеров. Для жителей и гостей Северо-Нисельского района Музей истории золотодобычи открыт в будние дни с 9 до 18 часов, в выходные с 10 до 15 часов. До новых встреч! Ярким спортивным событием этой недели станут веселые старты среди предприятий и учреждений. Об этом и других спортивных новостях расскажет Владимир Соловьев. Добрый вечер, уважаемые жители Северо-Нисельского района. В минувшие выходные, в воскресенье 29 сентября, в спортивном комплексе «Нерика» прошло физкультурное мероприятие «Нам года не беда», в котором приняло участие 7 команд. По итогам прошедшего мероприятия победу одержала команда под названием «Ракета семьи Гавриленко». С 19 по 23 сентября в городе Анапа прошли 12-е Всероссийские юношеские игры боевых искусств и чемпионат России по всестилевому карате. Команда Красноярского края, в составе которой приняли участие спортсмены нашего района Мартынов Александр и Удовиченко Вадим, приняли участие в данных соревнованиях. По итогам выступлений Удовиченко Вадим занял 4-е место, Мартынов Александр стал победителем в своей весовой категории. Также в 20-х числах сентября команда детской юношеспортивной школы отделения «Хоккей с мячом» приняли участие в краевых соревнованиях «Звезды Красноярья». По итогам выступления наша команда заняла 3-е место. В предстоящие выходные и также рабочие дни мы приглашаем всех принять участие в наших физкультурно-спортивных мероприятиях. Так, уже сегодня в спортивном комплексе «Нерика» пройдет физкультурное мероприятие среди работников здравоохранения. В программе у них «Веселые старты» начало 18.00. 5 октября мы приглашаем всех жителей нашего поселка на центральный стадион, где в рамках Всероссийского дня ходьбы пройдет у нас мероприятие по скандинавской ходьбе, также посвященное Дню пожилого человека. Начало данного мероприятия в 12.00. И 6 октября в спортивном зале спортивного комплекса «Нерика» в 10.00 начнутся традиционные физкультурные мероприятия «Веселые старты» среди предприятий и организаций. Еще раз приглашаем всех на данное мероприятие. Как вы уже знаете из наших предыдущих выпусков, детская библиотека в настоящий момент активно пополняется книгами, световыми приборами и электронной техникой. В ноябре уже намечено открытие модернизированной детской библиотеки. А пока она приобрела большую коллекцию настольных игр. Напомним, средства на модернизацию детская библиотека получила в рамках национального проекта «Культура». Во всем крае такую поддержку получили всего шесть библиотек. Каждой досталось на реализацию 5 миллионов рублей. На те 5 миллионов, которые выделены, мы пополняем книжный фонд, обновляем полностью мебель и, соответственно, еще готовим наполнение к этой мебели, к новому пространству, еще и соответствующее наполнение. То есть у нас получен интерактивный комплекс. Мы уже получили большое количество нового оборудования, и новые телевизоры, проектор, ноутбуки, моноблоки. И буквально на днях пришли настольные игры. Более 120 наименований игр для разных возрастов. Тут есть конструкторы для детей от трех лет, а есть игры, которые придутся по вкусу для старшего возраста. Так что родители и братья с сестрами наших деток найдут, чем себя занять. Одной только монополией тут имеется 5 различных версий. Есть даже настольный керлинг. Уже не терпится попробовать. Или вот такая интересная игра, прямо «Захват колоний» называется. Тут можно историю, то есть здесь вот карта есть, фишки. Вот, то есть и географию подучить, и историю вспомнить. То есть это действительно не просто игры развлекательные, а не развивающие и обучающие. На сегодняшний день в детской библиотеке уже налажена работа с детьми. Сюда приходят детские сады, приходят начальные классы и школ. Но сейчас библиотека превращается в центр семейного времяпрепровождения. У нас с ноября месяца библиотека начнет работать в другом режиме, то есть до 19 вечера. Это даст возможность, мамы забирают детей из детского сада, с продленной группы, приходят к нам, и у них содержательный досуг. То есть мы продляем специальное время для того, чтобы появилась возможность у семей общаться, у мам-пап, со своими детьми, используя наши возможности. Вот, мы все для этого делаем. Остается запастись терпением и после открытия обновленной детской библиотеки прийти и увидеть все своими глазами, ну и, конечно же, попробовать. Александр Попко, Виктор Потопчук, Северо-Енисейская информационная служба. Завтра смотрите в нашем эфире программу «Итоги недели». Гостем студии будет директор Новоколоминской школы Людмила Зуева. А прямо сейчас тему досуга подрастающего поколения продолжит пилотный выпуск авторской программы «Молодежка». А я и мои коллеги на этом с вами прощаемся. Хороших вам новостей. Край, у которого нет окраин. От юга и до севера, от востока и до запада. Мы строим города и поселки. Возделываем земли, создаем семьи и растим детей. Учимся, трудимся, отдыхаем на просторах родного края. Принимаем гостей, отмечаем праздники. Мы гордимся нашей малой родиной. И здесь наше будущее. Ну что, друзья, пойдем сходим в молодежный центр «Аурум» и узнаем, чем можно там себя развлечь в свободное время. В молодежном центре, без сомнения, проходит много различных интересных мероприятий, как по мне так. Если кто-то не знает, где расположен молодежный центр «Аурум», то между районным домом культуры «Металлург» и музеем «История золотодобычи» есть улица Коммунистическая, которая идет наверх. Вот нам именно туда и надо. Итак, вот он, перекресток улиц Коммунистическая и улицы Советская. Привлекательное здание молодежного центра «Аурум». Вот ты у нас специалист по работе с молодежью, Евгений. Так, это у нас все игры. Это у нас все игры. Будем смотреть. Теперь скажи, что из этого самая популярная среди посетителей и работников молодежного центра. Колонизаторы. Колонизаторы. Катан. Да, это самая популярнейшая игра. Так, давайте, значит, мы в нее и попробуем сыграть. Давайте. Прошу. На скольких человек она рассчитана? Максимум на четырех. Максимум на четверых. У вас здесь как раз четверо, да? Давайте. Сейчас мы понаблюдаем за вами. Сделаем вид, как будто я не умею играть вообще в Катан. И давайте объясняйте мне, как новичку. Ни разу не проигрывали. Ни разу не проигрывали еще. В сути игры надо набрать 10 очков. Очки набираются в строя дороги. Самый большой тракт. Самое большое войско. Это по два очка можно за это получать. Каждый день дает два очка. Это основная прерогатива этой игры. Строить поселения и улучшать их до городов. Одно поселение дает одну очку, одно поселение дает два очка. Город. Это будет город. Угу. Что это тут вы делаете? Что за остров? Генерируем карту. Это остров, который мы будем колонизировать. Это разные гексы и на них разные ресурсы. Они будут собираться с помощью поселений, которые будут стоять посередине. Тут нужно, чтобы какой-то вот этот гекс был твой. И благодаря ему ты будешь получать ресурс. Вот я тут смотрю лес и здесь тоже вот лес. Да. Совершенно. Да? То есть получается вот тут какое-то поле с барашками. Вот тут вот барашки. То есть если это принадлежит мне, барашки мои. Да. Правильно? Во флитном порядке раскладываются буквы здесь, а потом присваивается каждому гексу своя цифра. А вы сообразительный, да? Ну как бы мне объяснили, я повторил. Смотрите, кто первый ходит, тот строит первый поселок и... Ну сразу же дорогу. И дорогу, и это бесплатно. Да. Не тратен за это никакие ресурсы. У нас пока ресурсов нет. Как ты выбираешь, куда поставить? Тут они отличаются. Чтобы выпала шестерка, есть намного больше вариантов на кубиках, чем двойка, которая может выпасть только один-один. Да. Собственно, поэтому взять себе шестерку намного лучше, чем двойку. Можно еще смотреть не только то, какие цифры, но и на каких, собственно, полях они расположены. Да. Желательно, чтобы у тебя все пять ресурсов у тебя были. Чтобы в дальнейшем строиться. Получается, на начало игры у каждого уже есть по два из десяти очков. Да. То есть не с нулем очков начинаешь игру, а уже с двумя. Да. Остается каждому набрать всего восемь. По восемь очков. Когда выпадает число семь, вот его здесь нету. Входит вот этот разбойник. Так, вот этот разбойник, который не попал у нас в кадр. Давайте покажем этого разбойника. Вот они. Вот этот разбойник входит. Эти разбойники грабят одного человека, который прикреплен к этому гексу, например. Вот десятка у нас сейчас выпадает. Я думаю, ее закроют двум этими людям. То есть десятка у них больше не падает. Между этими гексами ты ставишь свой поселок, получается. И тебе принадлежат все три, которые расположены. Да. Ну, наверное. Вот сейчас вот он отберет у него одну карточку. За то, что выпала семерка. Вообще, что-то сажали. По одним только карточкам ресурса видно, что на самом деле очень популярная игра. Кто даст дерево на камень? Ну, зачем тебе нужно дерево? Я хочу построить дорогу, чтобы тоже развиваться, строить свои поселения. Здесь возможно меняться, да? По каким правилам производится обмен? Ну, ты предлагаешь определенное количество ресурсов. И если человек согласен на такой обмен, то он обменивается с тобой. Также можно производить торговлю с имеющими себя ресурсами, как сказать, в банке. Ага. То есть я могу сбросить, если у меня есть четыре одинаковых ресурса, и получить любой взамен. Дорогой админ. Пропал. Ну, его можно изменить, если построить себе какой-либо борт. То есть вот у меня, например, есть пшеничный. Я могу бросить две пшеницы на абсолютно любой ресурс. На другую пшеницу. Да. Я же тут принимаю. Что-то у тебя есть. У меня есть такая штука, как прорыв. Она берется из этой колоды, добывается она, сбросится к три ресурса. Это довольно полезная штука. Я не тратя ресурс, строю себе две дороги. Почему она такая популярная? Я так понимаю, она не только в молодежном центре же популярная, а вообще популярная по миру. Есть мобильная игра, да? Это игра... Ну, короче, грубо говоря, это самая популярная игра 2016 года. Угу. Поэтому я ездил по миру. Простые правила, и каждый раз карта меняется, каждый раз цифры меняются, и каждый раз тактика должна меняться в соответствии с этими цифрами и гексами. Угу, понятно. То есть она абсолютно разнообразна. А с какого возраста примерно в неё можно играть-то вообще? Опа. Как только мозг начинает работать, в принципе, можно. Дети младших классов, они вот могут в неё поиграть легко? Легко, эти правила довольно простые, как и в монополию можно играть, где группу играет шести лет. А есть отличия игры между тремя и четырьмя игроками? Потому что нет, нет. То есть правила абсолютно тяжкие. А, подожди. Да, всё, я нашёл. Мне кажется, можно уже... О, десяти лет, о, десяти лет я был правильным. Говорю? Треть лет. Мы шестеретики позвали в игру, Женя. Я ещё, как помню, предлагал обложить в следующий ряд и сделать на пидельных игру. На пидельных игру. Да. Помнишь? Так было бы две синих. Ну, можно покрасить. Ну, на самом-то деле, я же не умею играть. Как будто бы я не умею играть, и у вас всё будет на этом. Давайте. Не сказайте дальше. Какие у тебя планы конкретно на эту партию? Выиграть? Принципе, как обычно. Хороший план. В общем, интересная действительно игра. Я думаю, мы ещё придём сюда обязательно с нашими телезрителями, чтобы сыграть в какую-нибудь другую популярную игру. Ожидательно приходите в молодёжку в своё свободное и несвободное от работы время. Да, и нажимайте лайк. А, подожди, они же по телеку смотрят. Ну, просто вот так сделайте, и всё, и будет здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok